Здравствуйте! Это «Культурный максимум». Я Алексей Кудинов. Театры региона ждут возможности открыться вслед за музеями и торговыми центрами. Когда и как это произойдет, сейчас, конечно, никто не знает. Но мы расскажем вам, что происходит в театрах, пока там нет зрителей. Но для начала радостная новость от организаторов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Духовой оркестр «Бисбенд» из Карасука стал одним из победителей этого смотра талантов. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Культура». Из-за пандемии отборочные туры и финал пришлось проводить в онлайн-формате. Более 250 творческих объединений со всей страны прислали организаторам видеозаписи своих выступлений. В финал вышли два коллектива из нашего региона. Молодежный хор при КТЦ «Евразия» победить не сумел, а вот «Бисбенд» жюри признала одним из лучших любительских оркестров страны. Приз – 2 миллиона рублей, которые можно потратить на новую аппаратуру, костюмы и организацию гастролей. Театр вместо кино. В центре города разворачиваются масштабные работы по перестройке здания, в котором раньше находился кинотеатр «Пионер». Мы все ждем, когда там наконец-то начнет работать труппа Сергея Афанасьева. А пока Александр Шпак побродил по развалинам «Пионера». В ворах киноленты, обесточенный тумблер проектора – немногое, что осталось от прокатчика в операторской рубке. Но скоро не будет и этого. Здание «Пионера» реконструируют. И кино здесь больше не будет, по крайней мере в этом здании. В зрительском зале сегодня пусто и, кажется, на экране последняя экшн-сцена. Вместо блокбастеров будут показывать спектакли. Разумеется, когда построят новый зал со сценой. Три года назад муниципалитет передал здание «Пионера» театру Афанасьева. Сегодня сносят ветхие некапитальные постройки. Расширяют для театра подвал. Задача – сдемонтировать те элементы каркаса, которые у нас показаны в проекте, и после этого приступить уже к восстановлению. А восстанавливать придется многое. Дом почти ровесник Новосибирска. Кирпич и сейчас крепкий, а вот опорные колонны и системы жизнеобеспечения нужно менять. Трубы и провода прогнили. Прораб Дмитрий Калмыков показывает, как истлевает металл. Это у нас полуподвальное окно, еще скованное, старой царской решеткой. Ну, время тоже уже не было. Всему свое время, наверное. Первый кинотеатр в этом здании открыли еще в 1910 году. Знаменитый «Пионер» появился позже, в 40-е. Наталья Якименко с теплотой вспоминает, как ходила в него в детстве. Однако на вопрос «театр или кино» отвечает, не задумываясь. Конечно, театр, потому что он так долго ждет это здание. А кино, к сожалению, теперь можно и смотреть в других местах. Высшую театральную премию города Труппа Афанасьева получала чаще других. 12 раз. Но главное, о чем мечтали – своя сцена. Драмтеатр 20 лет арендовал помещение. Сегодня подрядчик обещает – аристократичные черты фасада для театра сохранят. Сам конструктив здания, сам фасад – все равно это будет из той эпохи, наверное, вот так вот. Как проектировщики постарались, в принципе, вот это все свели воедино. Хотя, ну, начинка здания, там, проект, так сказать, бесподобен. Во всем мире кино опережает театр по популярности. Новые театры появляются редко, а мультиплексы растут, как грибы после дождя. Однако в Новосибирске классическое искусство занимает особое место. Театр может и кино потеснить. Питерский режиссер Дмитрий Егоров перешел от онлайн-репетиций с артистами к живому общению. Он приехал в Новосибирск и вместе с краснофакельцами начал готовиться к премьере спектакля «Дело». Эту пьесу почти 160 лет назад написал драматург Александр Суховокобылин. Это продолжение знаменитой «Свадьбы Кричинского». Пьеса очень ироничная и очень хлесткая. На репетициях пока что нам с вами делать нечего. Артисты только-только вспоминают, что это такое, работать на сцене. А вот с Дмитрием Егоровым нам удалось пообщаться. Сейчас мы с Дмитрием находимся, в общем, почти в пустом театре. Здесь, наверное, человек, может быть, 10 всего, пустое фойе, темное, никаких зрителей, никого нет, ими еще даже и не пахнет. Вопрос такой, Дмитрий, когда это все началось, вся эта коронавирусная история, где вас застала самоизоляция? Что вы думали в первые недели, в первые дни, когда начали закрывать театр? Меня самоизоляция застала на пути из города Магадана в город Петербург через московский аэропорт. И дальше я застрял на месяц, потому что система тестирования во втором по величине городе страны работала несколько странно. И, в общем, где-то месяц, наверное, я на самоизоляции просидел, потому что не понимал, заражен я или не заражен. Система тестирования работала как-то очень странно. И, в общем, я в основном только наблюдал дальше, поэтому я на самом начальном этапе все это пережил. Ну, то есть, вот этот момент, наверное, испуга такого. А потом стало понятно, что, ну, представить себе, а что, если вдруг эта ситуация действительно как-то не закончится? Ну, то есть, что, если вдруг мы с этим просидим долго? И понятно, что надо из минусов пытаться делать плюсы. И, значит, во-первых, мы начали в день столетия «Красного факела» репетировать сухого кобыльного дела. Потому что, видите, мы только начинали репетировать, и это был первый застольный период. А что такое застольный период? Это когда собираются артисты с режиссером и разбирают, обсуждают, читают и так далее. Тем более пьеса выгодна, сцены немногочисленные, два-три человека. И в зуме эта, в общем, ситуация диалога, она вполне была. Было понятно, что все-таки этот зум, это все-таки какая-никакая, да? Но это, знаете, как вот сцена, площадка, которую нужно все равно освоить, нужно понимать. Потому что, если вдруг ситуация продлится, ну, что еще делать-то? Ну, то есть, каким образом еще ресурс внутренний, который ты привык вкладывать в диалог, в общение с артистом, в общение с аудиторией, каким образом его еще реализовывать? Даже когда там был май, я просто говорил, ребят, у меня все замечательно. Ну, если, конечно, безусловно, не вынести за скобки то, что в этот момент, естественно, ты ничего особо не зарабатываешь, если ты в этот момент живешь как бы на какие-то запасы, которые у тебя остались. Давайте вернемся к делу. Во-первых, Суховы Кобылины. Я уверен, что 99% телезрителей наших, замечательных, не знают этого автора. Хотя, если вспомнить одно из его произведений, его все слышали. Да, ну, как ваша с ним история связана? Вот это он из института пришел, ваш мир. Вы его открыли уже позже гораздо. Ну, вообще, как бы, сам Суховы Кобылины и его трилогия пришла, конечно, безусловно, из института, потому что в школе ее не проходит, а язык и темы, на которые он пишет, они, в общем, школьнику не всегда, наверное, понятны. Ну, видите, как, сложилась такая какая-то добрая традиция, что в «Красном факеле» на большой сцене, когда мы что-то делаем, мы делаем что-то про историю государства российского. Год назад мы с С.Н. Прокоповичем договорились, но это было мое предложение. Но, понимаете, как бы, ну, пьеса посвящена судебно-исполнительной системе XIX века российской. Да? Несмотря на то, что есть какая-то разница в языке, во всем, все равно базовые вещи и базовые проблемы, да, они остались такие же, как они и остались. Очень аккуратно, очень аккуратно начали репетировать. Я вызываю пока что на репетиции очень небольшое количество артистов. Работаем на расстоянии, стараюсь держаться на дистанции. Мезосцены делать широкие, насколько получается. Никаких массовых сцен пока что не пытаюсь даже собирать. Ну, наверное, надо отметить, заметить, что все-таки дело, это текст совсем другой. Это не свадьба, да, Крещенская? Крещенская? Потому что текст гораздо более хлесткий, что ли. Да он злой, может быть, если... Да, конечно, безумно. Ну, а как вы думаете, драматрук Сухого Кобылин находился 8 лет под следствием. С него бесконечно тягали взятку. Он обвинялся в совершении убийства. Мы так и не знаем, совершил он его или нет. Как вы думаете, после таких историй человек мог, как сказать, быть оптимистично настроенным по отношению к той системе, про которую он писал? И, видите, пьеса, дело в том, что еще, видите, пьеса «Дело», она настолько, на самом деле, настолько пьеса такая острая и какая-то очень по-нажитому такая больная, что ее же действительно не пропускала цензура. Цензоры возвращали эту пьесу со словами, словами, не знаете, слишком как бы, это прям совсем как бы про нас. Лет 15 или 20 она ждала, да, когда впервые с кем-то купюрами, по-моему, поставят спектакль. Когда она была только издана, издана только лет 15 она ждала. Когда она поставлена, она как бы еще больше. И это, на самом деле, как бы, ну, могу сказать, ну, мне кажется, что из пьес, как бы, из русской классики, да, это самая такая прям жесткая. В пьесе очень много юмора, но юмор этот, он прям беспощадный, он прям уничтожающий юмор, то есть жестокий-жестокий. Лето – время студенческой практики, которую не отменит даже коронавирус. Несколько недель в нашей программе стажировались две студентки из пед-ниверситета, Юлия и Виктория. И вот сюжет, который они сняли о комиксах. Серьезная литература или детские забавы, комиксы, рисованные истории, которые по всему миру увлекают не только малышей, но и взрослых. Для России это не новое явление. Так о мурзилке и веселых человечках знал почти каждый ребенок Советского Союза. Сейчас они уже взрослые, но до сих пор вспоминают эти коротенькие истории с теплотой. Из-за большого количества иллюстраций многие говорят – комиксы для детей. Но несмотря на это, сотни взрослых коллекционеров покупают графические новеллы. И не для того, чтобы всегда прочитать, а иногда поставить на полку. Кто-то считает, что первыми комиксами были наскальные рисунки. Возможно, они правы. Привычными сюжетами для современных графических новелл уже давно стали детективные истории и рассказы о супергероях. Они интересны как детям, так и их родителям. А чтобы узнать о том, как и кто создает комиксы в Новосибирске, мы пообщались с Марией Назимко и Дарьей Украинской. С чего начиналась ваша деятельность? Вы где-то обучались специально? Конечно. Я закончила нашу архитектурную академию. На тот момент она была архитектурной академией, сейчас это НГУАДИ. По выпускному своему диплому я художник-монументалист. То есть это все фасадные работы, мозаики с граффито. Властное обучение, самообучение. Я часто смотрю туторию в социальных сетях, слежу за творчеством художников из разных стран и стараюсь подчеркнуть интересные способы передачи образов, техники и стиля. Комиксы стали популярны во второй половине 20 века, когда миллионными тиражами печатались приключения Бэтмена и Супермена. Но есть и другие авторские истории, существующие в 10-15 экземплярах. Такие комиксы тоже имеют своих ценителей. Я принесла немножко книг, которые... Ну, это комиксы в формате книг, потому что в полном смысле комикс книгой назвать нельзя. То есть есть определенная форма, в которую заключено это произведение. В данном случае можно поставить на полку, и это будет книга. Но то, что внутри, это не совсем литература. То есть эту литературу вообще нельзя назвать. Это отдельный совершенно жанр искусства. Его во всем мире называют девятый вид искусства. Совершенно отличный от литературы и изобразительного искусства как такового, но который в себе сочетает и то, и другое. Вот, например, комикс, такой вот комикс, он абсолютно без слов. То есть здесь нет привычных баблов или филактеров, таких пузырей, в которых есть текст. Это комикс о путешествии, об эмиграции. Он такой очень символичный. И все понятно, но абсолютно нет никаких слов. Есть совершенно взрослые бразильские истории. Фабио Мун и Габриэля Ва, двух товарищей. Где-то минимально слова расположены. Такой черно-белый комикс. Он совсем не детский. По-моему, даже 18 плюс есть. Не могу обойти стороной и не показать вот такой альбом. Альбом «Де карандаш». «Де карандаш» — это автор, которого звали Эммануил Яковлевич Оре. Вот здесь вы можете посмотреть на четыре кадра разбитые картинки, каждый лист. То есть такой традиционный комикс. В общем, во Франции его считают родоначальником французского комикса. Как вы считаете, из тех, кого вы сейчас знаете, может ли кто-то стать действительно не то что популярным, а вот оставить свое имя, так сказать, в истории комикса? Я полагаю, что у нас вообще огромный потенциал. Есть много талантливых, трудолюбивых, молодых ребят, девчат, которые, я уверена, оставят след в этом виде искусства. Такой большой сибирский след. Хотелось бы, чтобы наша деятельность повлияла на формирование площадки для русских комиксистов. На мой взгляд, русские комиксы сейчас находятся в периоде расцвета. Появляются новые авторы, и это очень круто. Понятное дело, что у нас много людей, которые смотрят на комиксы с пренебрежением, не считая их серьезной литературы. Дело в том, что после Великой Отечественной войны президент Соединенных Штатов объявил в какой-то такой своей речи открытой, что мы будем побеждать социалистический лагерь с помощью джаза и комиксов. Поэтому в Советском Союзе джаз мы можем встретить только в музыкальной обработке, скажем, где-нибудь в мультфильмах советских тоже, ну погоди, вспомните, да, или в фильмах для детей. Ну и, соответственно, комиксы тоже. Они у нас перешли в Мурзилку, в Веселые картинки, журнал Пионер. И, в общем-то, термин прижился, комикс, благодаря вот этой политике того, что комиксы только вот для дебилов, раз президент Америки сказал, что будем бороться с социалистическим лагерем таким образом. А дело в том, что это не только история для детей. Когда эти истории читаешь ребенку, получается, что там несколько уровней восприятия. То есть ребенок смеется над чем-то простым, немного сложным, взрослый видит в этом свои какие-то штучки, которые его тоже развлекают. Многие уже уходят все равно в онлайн-формат. Даже те издания, которые есть в печатной версии, в том числе не только русские, но и американские, другие, иностранные. Есть и литература, которую можно читать с помощью электронной книги или с телефона. А кому-то нравится держать книжку, кому-то нравится слышать шелест страниц, запах типографской краски. Это все один вопрос к тому же. Кто-то любит театр, кто-то кино предпочитает. Поэтому я не считаю, что все уходит прямо туда, в интернет. Для настоящих ценителей это искусство, как балет или живопись. Внешняя форма проста для понимания, поэтому на комиксы всегда есть спрос. Да и художникам намного легче рассказывать свою историю рисунком, а не словами. Еще около ста лет назад короткие комиксы в газетах веселили читателей. Сегодня же это не только массовое развлечение, а еще и возможность поговорить о серьезных темах. И не только с российской аудиторией, но и за рубежом. Не обязательно ехать покорять Москву или Нью-Йорк или еще что-то. Действительно, мы сейчас все связаны с помощью интернета. И, пожалуйста, проходит ряд фестивалей, как в Японии, во Франции, в Швейцарии, где можно поучаствовать любому человеку. И это все на сегодня. В следующей программе будем говорить о том, как заставить себя читать летом, а также посмотрим, как директор театра кукол, пока не видит артисты, управляется пчелой. Я пчелка, пчелка, пчелка.